всем привет вы на канале крипто коммонс и это обзор биткоина ребята ну что у нас тут происходит смотрите на недельном таймфрейме мы похоже что все-таки удерживаем экологический уровень 20000 предыдущий all time high если мы взглянем на обычные свечи то телом как раз мы закрепились выше этого уровня и сейчас у нас происходит зеленая недельная свечка после вот такой вот хорошей тени похоже что нас откупили все-таки переключаемся на свечи хайка наши включаем наши любимые мувинги и видим что биткоин закрыл предыдущую недельную свечку хайка наши аккурат на 200 средний скользящий тенью при этом мы опустились практически до 300 скользящий и сейчас у нас новая свечка уже опускается ниже но у нас все еще есть с вами ребята эта неделя чтобы отпрыгнуть и закрепиться выше и уже далее начать какое-то боковое или восходящее движение ну или возможно конечно же нисходящее движение это мы увидим ближайшее время с вами локальная картина какая смотрите мы отбились достаточно уверенно от уровня 18000 ну там 17500 плюс минус назовем это 18000 да и пошли по уровням посмотрите предыдущее сопротивление 19000 стало поддержкой вот здесь после этого мы что сделали снова пошли вверх и уже следующее предыдущие сопротивление это уровень 19500 снова стал поддержкой вот здесь и мы снова пошли вверх но сейчас посмотрите как мы таким образом образовали некий такой восходящий клин и уперлись уже в очень сильное сопротивление это уровень 2800 примерно который был нас вот здесь вот проторгован и долго мы от него отваливались вниз короче говоря сейчас получается что мы выпали из клина посмотрите нащупали здесь сопротивление и с ним прямо сейчас сражаемся поэтому если мы все-таки начнем падать я думаю что зона интереса будет вот примерно 19500 19300 если мы туда упадем опять же вот эти вот две линии поддержки могут оказаться разворотными и мы можем увидеть продолжение движения да и кстати вот почему нужно быть подписанным не только на наш youtube канал но также на наш телеграм-канал ребята потому что вот смотрите мы делали скрин два дня назад о возможном сценарии событий и вот как вы видите именно это и произошло то есть мы дошли до этого уровня сейчас с ним сражаемся и пока все еще не можем пробить но что еще хочется отметить ребята что у нас перед падением здесь с вами сформировался нисходящий треугольник который был пробит вниз соответственно а сейчас у нас похоже что зеркально формируется восходящий треугольник который по этой же логике может пробиться наверх и ребята если он пробьется наверх то цели будут очень хорошие о которых мы говорили с вами 24 25 тысяч это ближайшие цели чисто на спекулятивный отскок именно поэтому я половину своей позиции разгрузил а половину продолжаю держать и если мы будем падать буду там добирать опять же позицию в лонг потому что все еще жду хорошего отскока чтобы мы закрыли вот все вот это падение как минимум на 25 а то и там на 30 тысяч потому что смотрите если мы с вами отдаляемся основа давайте дневку посмотрим и отбрасываем эмоции и начинаем думать как работает рынок вспоминать как работает психология рынка а психология рынка работает следующим образом что на лоях внизу но мы сейчас объективно внизу мы очень перепроданы и упали даже так низко как многие не ожидали обычно внизу внизах люди начинают не верить в рост и очень рано выпрыгивать посмотрите мы говорим сейчас с вами об отскоке который вот его даже не видно еще видите а уже как бы те кто удачно зашел там по 18 и так далее уже разгружают забирают прибыль так сказать вот у меня у самого очень хорошая прибыль на этом отскоке я уже половину ее разгрузил но половину держу потому что понимаю ребята что отскок то еще особо не было да конечно же мы можем сейчас взять и улететь еще ниже в таком случае я выйду и буду перезаходить но если мы этого не сделаем а сейчас столько ждунов сидят по 11000 там по 14 биток по 7 и так далее что возможно мы это не сделаем и если мы начнем сильно отскакивать то ваша задача быть хотя бы в какой-то позиции если вы на споте торгуете то это вообще не про вас вы добираете по всем этим ценам для вас шикарные цены и 20 30 40 тысяч долларов если у вас цели 100 там 200 и 500 но если вы краткосрочник спекулянт торгуете там на фьючерсах или с маржой то я думаю что имеет смысл держать ну как минимум вот отскок куда-нибудь до сетки my ribbon там 25-30 тысяч это минимум а для тех кто заходил вот здесь в лонг и усреднял всю дорогу в принципе я думаю что мы и до 40 так можем долететь таким макаром а то и до до 50 если не all time high переписать поэтому собственно о чем хотел поговорить с вами что не торопитесь на лаях разгружаться также как не надо торопиться на хаях залетать понимаете как работает психология на хаях люди хотят покупать потому что думают ну вот мы сильно упали да и это все у всех бывает слушать не только у меня я тоже скажем так неверно предугадал вот это все движение я ждал что мы вот отсюда хотя бы развернемся и пойдем уже в хороший рост но этого не случилось тем не менее ребят надо понимать что не обязательно даже точно угадывать макро тренд если можно при этом в контр тренде нормально работать вот как вы видите если у меня смотрите я на этом падении уже несколько отскоков забрал хорошую прибыль так где-то были убытки где-то закрывался по стопу по минусу но в целом я на этом движении забрал несколько шикарных лонговых сделок вы всегда видите мои позиции ребята я открыто показываю их поэтому все тут прозрачно при том что многие кто скажем так шартили этот тренд да тоже не факт же что они забирали все время профит знаете как бывает многие шартят потом рано выходят переворачиваются в лонг лосят там и так далее поэтому тут как бы надо понимать что в приоритете у битка бычий тренд потому что ну биток он в принципе априори находится в бычьем тренде и сейчас у нас очень очень интересная точка то есть биток еще никогда в своих медвежьих рынках не опускался ниже предыдущего all-time high но вот здесь у нас был кстати промежуточный all-time high в 200 долларов примерно и мы как раз до него и дошли на дне рынка посмотрите это был промежуточный high все здесь чем я думаю что вот это тоже у нас был промежуточный high просто имеем дело с более заторможенной картиной то есть я все еще думаю что вот это затяжное падение этот медвежий рынок как многие его называют это не что иное как вот такая вот штука перед продолжением очень серьезного буллрана я все еще так думаю ребята и накапливаю крипту накапливаю на холодной накапливаю на биржах да мне тоже приходится иногда выводить прибыль или закрывать убытки ну это нормально вы не можете в трейдинге иметь только профитные сделки это абсолютно нормально вот но смотрите что может еще быть я не говорю что будет сейчас прямо вот такой вот тузымун как я раньше рисовал нет сейчас уже конечно хотя опять же он может быть потому что никто уже в него теперь точно не верит поэтому смотрите я не жду что bitcoin сейчас просто упадет до нуля там как многие рисуют или на вот такой вот какой-нибудь альтернативный сценарий по биткоину я в это слабо верю я думаю что что мы сейчас либо v-образно развернемся и полетим наверх либо это будет двойное дно очередное с последующим уже постепенным разворотом тренда и ростом уже следующему холлингу и позже это мои догадки это мое видение рынка я просто с вами делюсь говорю что я делаю вы делаете как хотите теперь что касается индикаторов смотрите на четырехчасовике candle wave у нас все еще горит покупка и мы с тех пор отросли уже на две с чем-то тысячи долларов пока сигнал на продажу не было на дневке у нас еще не загорелась покупка но походу она сейчас загорится если мы продолжим движение наверх но опять же этот индикатор это всего лишь еще один сигнал в корзину наших индикаторов потому что вот тут тоже была покупка да мы выросли там на пару тысяч долларов и поехали ниже вот у нас тут определенно образуется облако продавца есть интерес продавца но как мы видим по стакану что по 18 тысяч битка готовы от купить гораздо больше на споте чем по 23 300 продать так что еще раз вам говорю ребята по всем законам жанра мы сейчас должны сильно отпрыгнуть может быть через небольшой дамп может быть с повышающим силу им а может быть и сразу поэтому на мой взгляд лучше сейчас наполовину быть в ракете а половину оставить в загашнике чтобы если чё докупить цены пониже потому что ребят ну еще раз говорю таких точек в биткоину очень редко дает судьба как вы можете сами видеть из макро графика напоминаю что на байбите через шесть дней начинается соревнование WSOT в нашей команде уже сто человек ребята вступайте в нашу команду по ссылке из описания что это такое это просто турнир если вы торгуете на бирже байбит вы просто продолжаете торговать так же как обычно ничего не надо делать просто вы получаете дополнительные плюшки скидки на комиссии трейдинг бонусы и прочее прочее если вы еще не зареганы на этой бирже то можете это сделать по ссылке из описания собственно тут есть вот май дашборд и всякие подгоны каждый день типа колесо фортуны там дневная лотерея и прочее прочее где вы можете реально каждый день получать что-то либо в токенах либо в нефтишках либо в каких-то призах но это все начнется завтра завтра начнется эта штука поэтому тоже не прошляпьте посмотрите вот и короче мне это тоже очень трудно вы поймите тем более у меня сейчас такая полоса у меня столько хейтеров как бы я уже их фильтрую у меня на них иммунитет но тем не менее видите я не предугадал всех падений и сам на этом налосил тоже нормально и сейчас я понимаю что с одной стороны да вот есть прибыль забери ты ее грине но я забираю половину потому что я знаю что будет сейчас я сейчас заберу прибыль цена начнет лететь наверх и я начну ловить фома вот здесь а вот здесь фома ловить уже не надо будет здесь надо будет до разгрузить еще часть позиции на самом деле вот в этой зоне и потом плавно плавно перезаходить потому что по-любому обязательно будут откатики вот на этих откатах нужно перезаходить постепенно и на более высоких уровнях снова разгружаться вот такой вот стратегии собственно и можно делать деньги и в лонг на падающем рынке и в шорт на растущем если вы аккуратненько скальпите эту волатильность своей спекулятивной частью позиции а долгосрочную часть позиции как ходлер вы накапливаете держится не продаете ни при каком раскладе только так вы будете в офигенном плюсе потому что реально если вы посмотрите биток выдает просто нереальные какие-то проценты но он их выдает не тем кто пришел сюда за быстрыми иксами жажды и наживы а он их выдает терпеливым тем кто верит в технологию в блокчейн будущая битка как очень удобный децентрализованный формы денег интернета которые так нужны сейчас современным людям они вот эти фантики которые мы привыкли называть деньгами поэтому вот такие сегодня мысли спасибо что посмотрели этот выпуск ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь к нам в телегу и скоро увидимся на байбит турнире все ссылки в описании всем профит роли с вами был гринни и до следующей встречи пока субтитры